Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами юбочку-плиссе. И я выбрала для этого такой достаточно дизайнерский образ, чтобы она была не просто юбку-плиссе, там длины миди, да, и мы полномерно будем все складочки отрисовывать. Там ничего сложного абсолютно нет, там достаточно механическая работа, главное просто понять свой принцип. Более такую дизайнерскую, асимметричную юбку мы с вами сегодня изобразим. Я взяла, соответственно, шаблон. Данные шаблоны можно скачать у нас на сайте, конкретно этот шаблон можно скачать бесплатно, ссылочку я оставляю вам под видео, пожалуйста, используйте его. У нас также есть другие шаблоны, мужские, женские, детские, женские, разные типы фигур, которые вы можете использовать для того, чтобы воплощать свои идеи и отрисовывать их. Это очень важно для того, чтобы ваши эскизы были пропорциональными. А я у шаблона убрала ручки, поскольку мы будем делать юбку, и в данном случае наличие рук нам вообще не нужно. И за счет того, что ручки я убрала, они будут более компактно смотреться целиком весь эскиз. Поэтому для композиции на листе я его убрала. Выбираю инструмент перо, цвет черный, толщина 1 пункт, и не забывайте убрать пунктирную линию. Начинаю рисовать с пояса. Так, что я не сделала? Я не заблокировала слой, на котором положен шаблон. А это важно. Видите, сразу начало цепляться то, что внизу. Это тоже не очень здорово. Вот, достаточно широкий пояс. Чем люблю, когда есть шаблон, смотрите, сразу понятно, насколько он плотно прилегает, да, степень прилегания. Как он располагается. Вот здесь сейчас форму бедра рисовать, и сразу понятно, как она сделана. Этот эскиз будет отличаться от тех, которые я обычно показываю, тем, что он будет асимметричным. И для полноты картины нам, конечно, будет его здорово нарисовать на двух слоях. И я как раз покажу, в чем прелесть работы со слоями. Сейчас пока рисую одну из частей. Так, а вот, наверное, я не совсем правильно заложила пояс, в том плане, что он должен быть асимметричный и ровно на вот так практически две трети закрывать нашу часть для того, чтобы это было красиво. Так, сейчас я пояс подкорректирую. Вот этим хороший доп. иллюстратор. В нем можно всегда откорректировать те моменты, которые вас не устраивают. Так, окно, панель инструментов. Почему-то у меня... Она как-то странно смотрится. Сейчас посмотрим. Дополнительные. Ага, вот она. Не то вытащила. Вытащила инструмент Direct Selection. Удивляюсь, почему там нет дополнительных точек. Молодец, в общем, одним словом. Так. Вот так. И теперь сейчас я поправлю направление. Для того, чтобы у меня попало... То есть эта ткань, она как будто бы более плотная. Не как будто, а действительно задумывается, что она более плотная. А под ней будет еще один слой, который будет как раз плиссей. Вот сейчас я создам еще один уровень. И это будет очень удобно, потому что верхний уровень не будет цепляться. Мы будем его видеть. Он будет нам все перекрывать. Но при этом не будет цеплять наш низ. Здесь у нас будет вторая часть пояса. Так. Вот эту точку я немножечко опустила. Сейчас мы ее поправим. Потому что, видите, ушла горизонталь. И теперь вот оно, плиссе. Смотрите, мы его будем рисовать. Что такое плиссе? Ну, по сути, это такие четкие складочки. Чтобы нарисовать четкие складочки, у нас есть с вами два способа. Первый способ – это тень. Второй – объект. И, соответственно, второй – это линии. Вот их и будем использовать. Если вы видели плиссе, я очень рекомендую посмотреть на него реально глазами, либо посмотреть на фотографии, для того, чтобы было лучшее представление. Итак, что я сейчас сделаю? Еще одну маленькую хитрость. Создам еще один дополнительный слой. И покажу, что у меня должно быть плиссе. Как, знаете, такой подмалевок, такой набросочек. Вот по такой форме у меня будет плиссе. Выделю его сейчас другим цветом. Именно просто объект такой, чтобы я понимала, что вот эту зону я должна заполнить плиссе. И он у меня будет снизу лежать, просто давать мне понимание. Вот она моя форма. Все, возвращаюсь к слою, на котором у меня будет плиссе. Если вам удобнее, смотрите, вы можете вот здесь прям подписать там плиссе, например. Ну, если вам это нужно. И тогда его использовать. Приближаю вот эту нижнюю линию. И здесь сейчас будем очень аккуратно перышком все прорисовывать. Вот эта часть пойдет у нас наверх. Соответственно, плиссе – это будут складочки. Цвет черный. Есть еще одна такая хитрость. Можно сразу сделать потоньше. Так, вот они у нас наши уголочки низа плиссе. Еще раз повторю, здесь это все не очень сложно, просто по времени трудозатратно. Соответственно, насколько оно у вас будет мелкое, какого размера, именно вот эта проработка и определит у вас детализацию того, как вы это будете делать. Так, и вот здесь у меня будет ощущение, что плиссе более открытое. А здесь мы сейчас будем с вами как-то, как будто сбоку мы на него смотрим. Видите, уголки островаты, но мы сейчас тоже это все исправим. Наша задача – нарисовать низ. Еще раз повторюсь, если вы себе его плохо представляете, обязательно посмотрите много разных фотографий в том же гугле, на том же пинтересте, для того, чтобы у вас просто было понимание, как это реально выглядит. Вот смотрите, у меня уже есть контур, я его не цепляю, просто могу им воспользоваться для того, чтобы нарисовать. То есть как бы как такой вот подмалевочек. Соответственно, я эту свою линию продолжаю сюда и вот уже вниз веду. То есть тот же самый такой простой объект, но вот с такой дополнительной сложностью. Вот чтобы сделать это все помягче, можно вот так вот. Ускругленные стыки. Смотрите, что у нас получилось. Далее, что у нас с вами будет в плиссе? Конечно же, нам нужно вот здесь, через вершины, провести много-много линий. Вот я об этом и говорю. То есть по сути не сложно, по факту много мелкой работы. Смотрите. Просто линиями. Эти линии лучше сделать тонкими, толщиной где-то либо 0,5, либо 0,25. Нужно посмотреть на ваш конкретный эскиз и очень точно их распределить. Можно их рисовать немножечко по-другому. Можно как я вот так снизу вверх, а можно нарисовать сначала как бы, ну, начало линий. Вот смотрите, я сюда ставлю, да? Туда введу, сбросила. Нажимаю Ctrl на пустое место. Сюда, наверх введу, нажимаю в угол, введу, сбросила. Уголочек, введу, сбросила. Таким образом у меня будут линии точно начинаться в нужной мне точке. И потом сейчас я немножечко масштаб поменяю моего рисунка для того, чтобы уже его видеть. То есть вот этот процесс, он такой очень механизированно скучный. Его надо просто сделать. Какого-то особого способа его автоматизации нету. Поэтому наберитесь терпения и аккуратно его прорисуйте для того, чтобы у вас получился красивый результат. Вот это такая подсказка, что можно сначала нарисовать только старты складочек, да? А вот здесь, смотрите, уже будем рисовать только одну, а потом будем ее дополнять тенью. Тенью в виде объекта. То есть она у нас как будто с одной стороны более раскрыта, мы ее видим, с другой стороны она более закрыта. Когда вы приближаете, вы можете работать очень четко, попадая в нужные вам фрагменты. Вот. Теперь мы удаляем. И нам нужны вот эти все линии, которые мы с вами только что наплодили инструментом Direct Selection, как его часто любят называть мои студенты, белая стрелочка. Вот эти все линии ведем наверх. И вот, смотрите, уже начало у нас правильное. Сюда мы просто выводим. Потом опять же можно будет приблизить и поправить, посмотреть, как это смотрится. Сначала мы прорабатываем линии. Можно их потом будет сделать еще потоньше. Например, сейчас они у нас толщиной 0,5 пункта. Можно будет сделать 0,25. Но это нужно посмотреть на пропорцию эскиза, на цвет эскиза, насколько это гармонично смотрится. И видите, вот этот розовый подмалевочек такой, я его потом удалю, он нам не нужен будет. Либо же его можно оставить для дальнейшей заливки цветом. То есть, ну вот как вам удобнее. Но он очень здорово нам показывает, а как же все-таки у нас все это происходит. Так, вот еще линия. Почему делаю по одной? Почему не делаю сразу все? Сразу все будет некрасиво. Они должны здесь приходить не в одну точку, а в разные. И если я их просто подниму, они, конечно же, не дадут, например, такой красивый изгиб, как здесь. А его надо еще подогнуть. Поэтому каждая линия требует определенной вовлеченности и проработки. Немножко это... Ну, лично я не очень такое люблю, потому что это скучновато. Конечно же, эскизы с плесировкой надо рисовать, и никуда от них не денешься. Ну, тогда включайте какую-то интересную музыку, аудиокнигу, сказку. Все, что вас забавляет, что занимает только уши, но не глаза. И можно совершенно спокойно сидеть, такой эскиз долго и кропотливо делать. Это, кстати, вот к вопросу о том, сколько стоят эскизы. Эскизы стоят, ну, по крайней мере, по моим расчетам, как я это делаю, в зависимости от потраченного на них времени. И почему плесировка будет стоить дороже, вот именно поэтому. Потому что я буду сидеть, и очень-очень нудно, очень-очень методично все это прорисовывать очень детально. Скучно? Скучно. Ничего с этим не поделаешь. Ну, вот такая история. Почти все доделала. Так, ну вот смотрите, в принципе, уже рабочий вариант, да? Но, вот это мы сейчас уберем. Это нам уже не нужно. Можно убрать. Можете подписывать своим, можете не подписывать. Я редко подписываю. Если мы сейчас возьмем все это дело, всю эту красоту, кроме линий, линии нам не нужны, то зальем это все белым. Цветом все наши основные объекты. Вот, смотрите. Заливочка белым получилась. Все здорово и красиво. Что еще вот действительно не хватает? Это теней. Я сейчас беру мое плиссе, создаю над ним еще один слой. Есть такая маленькая хитрость. Можно все вот эти линии, которые мы уже нарисовали, скопировать на этот слой. Ctrl-C, блокируем. Ctrl-B. Вот он у меня встал. И теперь эти линии буду использовать для создания теней. Как будут располагаться тени? Вот смотрите. У меня уже есть линия. Если я в активную линию попадаю пером, она у меня активируется. И вот такая тенюшечка мне нужна. Соответственно, веду наверх. Немножко так. Выбираю точку, куда я должна прийти. Вот сюда. И вот сюда. Видите, эта линия получилась такой изогнутой. Сейчас ее нужно будет подогнать. С какой точки нам удобнее начать? Наверное, вот с этой. Вот она, смотрите. Изгиб. Будем ее изгибать и будем ее показывать. Я сейчас вам покажу буквально одну-две такие тенюшки, а потом в ускоренном ритме все это нарисую. Но чтобы вы не смотрели, как я методично каждую линию подгоняю, а просто увидели результат. Вот у меня получилась такая штука. Делаю ее заливкой. Вот здесь это не здорово, что у меня так получилось. Вот так. Эту часть мне не нужна. То есть у меня должна получиться вот такая вот тень вдоль этой линии. Вот она, видите? Давайте я помечу каким-нибудь другим цветом, чтобы она была больше заметна, зелененькой. И теперь, если над ней встанет линия, линия, то и она будет хорошо, очень даже заметна. Сейчас покажу, к какому эффекту мы стремимся. Вот смотрите, видите, у меня есть складка, у этой складки есть линия и вот эта тень. Соответственно, нам теперь нужно у каждой складки такую тенюшку прорисовать. А вот здесь мы будем вот эту часть целиком соединять. Смотрите, сейчас покажу. Нам достаточно будет соединить вот эту точку вот с этой точкой попасть в них и нажать правой кнопочкой мыши сказать соединить. Они там наверху соединятся. И таким образом вот это вот все получится у меня вот такой тенюшкой. Видите? Вот. Что очень-очень удобно. И теперь я так сделаю все мои объекты. Покажу вам финально, что получится. А вы смотрите. Рисуем на слое, который отражает давайте я его подпишу, чтобы не будет лиц тени. Все, поехали. Рисуем полномерно все-все тени для плиссе. Ну вот, смотрите. Мы с вами нарисовали все тени. Как я уже говорила, процесс достаточно длительно затягивающий. Давайте посмотрим, как теперь все это будет смотреться. Вот это наши тени. Мы можем их отдельно сгруппировать. Весь тени юбочка смотрится вот таким образом. Давайте мы сгруппируем все линии, которые отражают наши плиссе. Контур основного плиссе приравняем к контуру обычному. Единичку поставим. И теперь все вместе сделаем видимым. И наши тени сделаем черными с непрозрачностью. Вот они нам теперь дадут вот такой эффект. Хотя вот все-таки 0,75 будет лучше. Будет показывать большую нежность ткани. И залить белым цветом. Так. Нам нужно с вами поменять местами, чтобы это стало наверх. Вот так вот у нас будет выглядеть плиссе. Соответственно эту часть тоже мы сейчас зальем белым. Так. А и у меня по эскизу здесь есть еще одна задумочка. Здесь должен быть кармашек с клапаном. Рисуем клапан. Рисуем под ним кармашек, который будет дополнительно оттенять нашу прекрасную юбочку. Так. Клапан заведу наверх, тогда будет все на своих местах. Вот такое у нас получилось с вами плиссе. Вот такая получилась юбка. Как видите, достаточно трудозатратный вариант. и давайте попробуем покрасить все это цветом. Как это все вместе соединить на один слой? Все вместе выбираем. Сгруппировать и оно все собралось у нас на одном слое. А это вот, кстати, такой принцип рисунка эскизов. Вы можете рисовать все на разных слоях, чтобы вам было удобно. Потом все вместе собрать на одном слое, что тоже очень удобно. Чтобы один эскиз был одним слоем. Соответственно на разных слоях я держу только шаблон и эскиз. Вот это у нас группа двойной клик мы проваливаемся в режим изоляции, что очень удобно. Ну и давайте например нежно-пудрового цвета мы с вами сделаем эту юбочку. Сейчас я его придумаю этот цвет. Например люблю, когда он слегка с таким персиковым оттенком. Вот такая штучка. так и смотрите за счет того, что у нас тенюшечки все прорисованы светло-серым оттенком, то сейчас залив мы получим вот это вот отделение. Еще такой момент мы можем с вами выбрать эту группу, которая отражает тени. Если мы понимаем, что нам нужен какой-то другой цвет, мы можем его выбрать и например из нашего розового залить вот каким-то таким более бордовым. Он тогда лучше встанет в глубину попробуйте рисовать плесе, такие задачи иногда есть, но запаситесь временем, терпением и хорошими какими-то аудиоматериалами для того, чтобы посвятить его прорисовке плесе. На этом все, с вами была Чайковская Екатерина, жду ваши вопросы, пожелания, чтобы вы хотели еще порисовать, как видите, все, что вы спрашиваете, я с удовольствием рисую. Обязательно не забудьте сохранить файл. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.